И селенец, это Беляева, из Беляева, ну знаете, возле Дуброва, из Беляева, переехал на Силикатную, то есть Силикатная 2, это вот та сторона, ну там вот где я жил, его снесли, уже дома нет, вот, то есть мы переехали с семьей, вот, из 2006 года, получается, я проживаю уже на Силикатной 2, то есть вот с мая 2019 года мы начали взяли вот это направление по поводу переселения, значит, провели несколько публичных мероприятий, то есть в мае и два вот летом проводили, то есть два, три митинга провели именно с требованием, как бы сделать общий реестр, чтобы нам предоставили всего городского округа Подольск, и плюс также те люди, которые подключились к борьбе, в резолюцию мы включали их требования, то есть мы, чтобы вы понимали, не просто проводим, например, митинг и расходимся, нет, мы принимаем резолюцию, которую в том числе мы отправляем в правоохранительные органы, то есть, почему, потому что есть Плещеевская 46, знаете, это на Цемянке, вот, там люди 12 лет ждут, вот, я вот по Кутузовской иногда прохожу, там вот, да, сколько лет, и поэтому у нас цель какая, плюс я веду... Да, я еще веду, можно сказать, информационный проект Подольской окрестности, то есть у нас есть свой канал на Ютубе, плюс у нас группу, где там тысячи человек подольчат, где мы публикуем информацию, то есть вот у нас сейчас в плане 16 ноября 2019 года, это через неделю, через выходные, мы здесь будем проводить, это у КДЦ молодежный митинг, еще один, как раз будет тематика снова, переселение из ветхого аварийного жилья, то есть я расскажу, какие ответы пришли, почему, потому что, вот, например, администрация все ссылается, то на 23-й год, то есть у них позиция такая, вот, ко мне люди приходят с других районов, то им обещают в 16-м году расселить, потом в 18-м году, потом в 20-м году, теперь в 21-м, потом в 25-м, да, у нас же позиция такая, то, что вот ваши дома, я потому что сам баллотировался в 15-м году, я листовки клеил здесь, я помню вот все эти дома, и тем более у меня в программе был вопрос переселения, вот, что этот вопрос уже надо решить, то есть чего тянуть, потому что, опять же, это определенный риск, то есть и проводка в каком состоянии, ну, столько лет, да, и обрушение, да, поэтому, вот, у меня, как бы, предложение сегодняшнего мероприятия, мы хотим, во-первых, заснять видео, вот, все, вот, то, что я вот рассказываю, вот, вы будете рассказывать, мы и выложим это на канал, наш, по-дольски, отрезник, и плюс я вас приглашаю 16-го ноября к часу, я уведомление уже во вторник подам, я думаю, согласуют на митинг, то есть выступите, и мы в резолюцию, в том числе, и ваш дом включим, то есть почему, потому что этот вопрос надо решать, то есть я готов ответить на вопросы, и потом вот так, визуально покажите дом, чтобы мы потом выложили, чтобы подачать, да, да, вот, если какие-то есть вопросы, я вам подскажу В час, я еще не согласовал, но я согласовал, ну, час, то есть у нас есть, чтобы вы понимали, мы когда провели первый митинг, мы создали ватсапе чат, вот, то есть у нас есть свой чат, где мы всю информацию, ну, вы сами понимаете, то, что у нас разные жители со всех районов Подольска, то есть мы обмениваемся информацией, куда кто обращается, какие ответы, И на опыте вот именно вот этих переписок, обращений, мы стараемся помогать, там, если надо, и в суды идем, правоохранительные органы, то есть мы стараемся коллективно решать вот эти проблемы Почему? Потому что вы должны понимать, в следующем году выборы в Совет Депутатов, и нам надо эти вопросы постараться решить до выборов, потому что если выборы пройдут, ну, опять пять лет, все будет тянуть Поэтому мы цель ставим до выборов, постараться вот эти вопросы решить Если есть какие-то вопросы, задавайте, потом просто покажем вот это, заснимем видео То есть, контакты есть, давайте контакты, я в группу добавлю Давайте сразу, Михаил, может, вам сразу контакты? Да, да Как не через меня? Значит, смотрите, да, еще информация по поводу строительства У нас в Подольске около 14 недостроенных от этих жилищных комплексов ЖК То есть, я веду еще направление обманутые дольщики То есть, в Подольске у нас, во-первых, самый большой по недостроям в Московской области Ну, один Ренессанс, где две тысячи человек, ну, это Красногвардейский бульвар, видели, огромный дом 800 семей, 17 лет ждут переселения, 17 лет И таких, где пять лет, у нас очень много недостроенных Но вопрос в другом, понимаете, есть местная программа Мы же стараемся решить вопрос региональной программы, программы губернатора То есть, по расселению здесь даже не местная власть Чтобы вы понимали, все полномочия практически у местной власти отобраны То есть, здравоохранение, образование, строительство Все выдается разрешение там, наверху, то есть, в Московскую область Но все равно надо давить и местную власть, чтобы она работала Депутатский корпус, потому что вот сейчас как раз будут принимать генеральный план И ПЗЗ, вот, по новому публичное слушание Чтобы вот эти вот включали расселение обязательно Потому что у нас и дольщики, и многодетные семьи, и переселенцы То есть, у нас проблем очень много И кинотеатров у нас нормальных нету, понимаете? То есть, да, у нас проблем много Ну, взять силикатный, я вот силикатный два, у нас там У нас ничего там нету У нас почта, у вас почта есть? Есть Сбербанк есть? Нет А у нас ни почты, ни Сбербанка, ни досугового центра У вас хоть там молодежный, хоть какой-никакой А садиков у вас там сколько? Садиков у нас примерно 4 садика А у нас 2 Значит, по садикам Я на митинге, когда проводил Ваши жители, вот с этой стороны просили Я делал запрос То есть, несколько ответов в то, что не планируется Но в одном из ответов есть Что, в принципе, этот вопрос прорабатывается То есть, этот вопрос мы будем продолжать Чтобы садик Я знаю вашу проблему, я уже эти вопросы решал Вот Еще какие вопросы есть? Задавайте То есть, я всегда Открыл вопрос Я не могу, допустим, по Плещевской, по Быковской Написать заявление Или не имею Или я только в своем болоте Там, как пишут, что именно на территории проживания На территории проживания На территории весь городской оборудов Я всегда всем говорю Напишите заявление Но вы должны понимать Я вот, когда занимался вопросом с кинотеатром Родины Вот недавно публичное слушание по новому центру проходило Я собрал подписи 500 подписей жителей, чтобы вы понимали И принес Они говорят, нет От каждого жителя Индивидуально То есть, заказным этим способом Через почку Или на госуслугах Или лично в администрацию То есть, обращение, предложение То есть, мы этот вопрос сейчас будем решать Потому что это до середины декабря Еще вопрос Как удалось 17-этажки между Хутино и Наумовым отменить? Ну, смотрите По поводу отменить у меня нет такой информации А у меня есть Значит, смотрите, друзья Ну, если вопрос из-за, я отвечаю Позапрошлого года Мы с ТОСом Дубровицы С ТОСом Дубровицы Начали поднимать вопрос Хутино Там планируется микрорайон на 100 тысяч жителей Представляете? Ну, если вы знаете Беляева 17-этажный Да Если вы представляете Беляева Беляевский проезд Там дорога в одну сторону и в другую Представьте, 100 тысяч будет проезжать Там и так пробки постоянно Вот В общем, мы смогли обратиться в правоохранительный орган То есть, там у меня есть отписка из Следственного комитета Где, в принципе, они занимаются этим вопросом Я не владею вот на сегодняшний момент Что отменили Хорошо Хорошо, значит, мы добились Там курт Трех этаж Не больше Ну, это хорошо Значит, продавили Я не с этой стороны Я спрашиваю вас Значит, сейчас ПЗЗ выставлено Там я был, все видел Там три этажа между Путином Они не могут после Нового года Опять в Красном сделать 17-этажки Ну, вы должны понимать одно Вот они здесь как бы обсуждают Обсуждают предложение Отправляют в Московскую область В комитет В 11-й комитет А он уже смотрит Что вычеркнуть, что не вычеркнуть Ну, вот, пример у нас У нас планируется три поликлиники Я здесь с вами подписи собирал За комплексную поликлинику зимой Наверное, видели Я собрал более тысячи подписей Отправил в администрацию Во все инстанции Заказными письмами Буква ВКП появилась На Авиаторов 12 Это АТП-6 Мы все хорошо У нас две поликлиники плюс комплексная Общая поликлиника Для всех четырех микрорайон А сейчас ПЗЗ появляется И все буквы КП исчезли И вот мы сейчас А митинг проводил Чтобы снова добить этот вопрос То есть у нас получается Одной рукой они устанавливают Другой убирают Одной рукой обещают А в области зажигнули Да, вот нам надо вот этот вопрос Поэтому я и говорю Если мы против стройки этого дома Напишем опять Так же, такое же Тут примут наше заявление А там скажут Пошли вы Поэтому я еще раз для информации Когда я провожу публичные мероприятия Я отправляю не только в администрацию Подольск Я отправляю президенту Губернатору Правоохранительный орган То есть во все инстанции Только так Потому что местная власть У них отписка основная какая Полномочия все отобрали Мы ничего делать не можем А почему по почте? А по e-mail? По интернету? Почему? Когда подписи Например, 500 подписей Мне неудобно отправлять Тем более Я еще раз говорю Когда вы придете В правоохранительные органы В прокуратуру Например, ответ мне пришел Вы что будете? Прикладывать отметку То есть заказное письмо Там прописывается Да, да, да Можете заказным отвозить А по электронную почту Вам тяжело будет потом это доказать Я только с этой стороны смотрю Я понял Чтобы обязательно ответка была Лучше всего через почту Заказное Или отвезти Но это время Или через почту В общем, есть еще какие-то вопросы? Пока нету Да, давайте, давайте Что-то конкретное есть или нету вообще? По вашему дому Ну вот смотрите Почему из программы-то вылетели? Ну, смотрите Я еще раз повторяю 16 числа 16 ноября Мы проводим здесь Публичное мероприятие У ПДЦ молодежной В том числе Мы включим И по вашему Почему вас убрали? То есть Будет запрос В том числе И в правоохранительные органы На каком основании? Вычеркнули вас С программой Почему? Ну нету Вот постановления То есть, понимаете У меня ответы как приходят В одном постановлении У меня бы есть 16 дробь 2 В других постановлениях нету Я еще раз говорю 16 ноября проведем Сделаем запрос На каком основании Вычеркнули И вот уже от этого Будем отходить Потому что здесь Одно дело голословное Я сейчас говорю вам А другое дело Когда будет отписка На каком основании? Только из-за этого Еще какие-то вопросы есть? 13 домов Аварийных Вопрос Надо скорее Нас веселить Ну смотрите Друзья Друзья У нас здесь Получается 4 4 депутата Вот по Вот этой части Ну и 20 6 депутатов Ну здесь 4 депутата Вот как раз Депутаты В том числе И должны Затем заниматься Почему они Я не знаю Где они? Мы даже не знаем Где они? У нас в вашей школе А их там и не бывает Только пишут Тут понимаете? Первое обещание Переселить наш дом Было на 1991 год Да И вот с тех пор Через год Через два Через два Через два Через два Вот поэтому Вот поэтому Я еще раз говорю Мы теперь не просто Обращение пишем Мы не обращаемся В правоохранительные органы То есть бьем Следственным комитетом И прокуратурой Московской области Тем более прокуратурой Сейчас поменялся Прокурор Московской области Говорят вроде такой Сейчас прокурор, а? Фамилии я вот сейчас Вот не скажу Но он где-то месяц Как новый прокурор Московской области Он недавно сменился Говорят такой более-менее И поэтому И мы проведем митинг И по вашему Как раз дома Обратимся в прокуратуру Следственный комитет Ну и само собой Губернатору Главе И президенту Российской федерации Вот Если какие-то еще вопросы Есть задавайте А так давайте хотя бы поснимаем Да Давайте пойдем То есть 16-го числа Какие-то у нас щели дуют Кто? Выснимайте 16-го числа 16-го числа Ну иди-иди давай Мария Мария Ну какая красота Давай, давай, давай ручку Смотрите, у нас тут кучи Они выпадают Так вот Я уж не буду их трогать Ну вот Ну да Просто и какие-то тут уже трогали Они выпадали Сверху все посыпалось Да Зачем снимать? Потому что Видите, как это страшно А вот здесь еще Снимите, Мария Вот видите, пеной сделали Чтобы угол у него Это пена Это пена Ой, я тебя трогать боюсь Да Вот так Вот так Пожжем Да Да Пойдем 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...